Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. В этом ролике, должен сказать, мы наконец расстаёмся с мыслями Сергея Лукьяненко и переходим к мыслям другого писателя. У него много псевдонимов, но самый известный Михаил Ахманов. Настоящее его имя Михаил Ахманов. Кроме того, что он писатель, он ещё и учёный-физик. И ещё, кроме того, я лично считаю его творчество конспирологическим. И недавно даже написал об этом книгу. Об этой книге мы тоже разговариваем на нашем канале. Самым удачным циклом его произведения я считаю цикл о Ричарде Блэйде. Не будем здесь уточнять, кто это, поскольку мы говорим об этом в других роликах. Но мысли, с которыми я хочу вас познакомить. Как раз из этого самого цикла. Но и с вашего позволения я к ним перехожу. Мир потрясают те, кто втоптан грязь. С Салимпа можно лишь метать молнии. Ничто так не придаёт уверенности, как пистолет в руках. Вино даёт нам иллюзию радости, а секс – иллюзию близости. Будь проклят, мир, где грешники делают работу святых. Серое всегда в моде. Следующее лучше зачитаю. В тот момент, когда сон ещё не наступил, а бодрство не исчезло, в этот момент раскрывается истинное бытие. Самые большие святые получаются из самых больших чертей. Непоправимые глупости всегда делаются в первый час. Тот, кто злится, неизбежно проигрывает. Разговорчивый враг уже полврага. Он давно расстался с юношескими иллюзиями, научившись признавать превосходство других. Следующее тоже лучше зачитаю. Боль принявшего его мира должна стать его собственной болью. Только тогда можно что-то изменить в нём. Мужчина берёт, что захочет, а женщина должна ждать, пока её захотят. Следующее тоже лучше зачитаю. Никто не будет ценить специалиста, если за свой труд он спросит слишком мало или слишком быстро согласится на предложенные условия. Везение и удача сопутствуют тому, кто тщательно подготовил операцию. Есть много путей к успеху, но лишь один из них верен. Всё неизвестное представляется величественным. Они по большей части молодые люди, которые ещё не живут, а лишь играют в жизнь. Следующую мысль тоже лучше зачитаю. Кстати, она страшненькая. Ничем не брезговать, никому не верить, никого не щадить, если надо пытать, если надо жрать дерьмо, если надо зарезать ребёнка. Вот формула выживания. Ты не желторотый юнец, для которого мелкая неприятность равна крушению мира. Следующую тоже лучше зачитаю. Поразительно, сколько многое зависит от точки зрения. Ещё недавно он считал, что ему уже 46. Теперь же ему было ещё только 46. На этом, с вашего позволения, сегодня закончим. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok